Алиса Захарова, Алиса Ивашно, Екатерина Савлина, Алиса Газубовская, Полина Тепловухова и Марина Тихенко. Это все состав финала «Б» в той последовательности, в которой девчонки еще нечего. Ну а теперь наш финал. 100-метровка вольной девушки «Пенза» 2003, вьюн месяц. Маша Сидорова, ДНР, первая дорожка. Сидний Нароков, Самарская область, второй. Второй из Газубовская, Омская область, дорожка номер 3. У нее, соответственно, и третий результат квалификации. 57-8, надо сказать, что из 57 выплыли два человека. А что тут таить интригу? Анастасия Саратова и Саша Кузнецова. Вот, собственно, два человека, которые выплыли из 57. У Насти Саратова показатель 56-56, у Саши Кузнецова 56-72. Разница не принципиальна. Еще раз напомню, Кузнецова проплыла на чемпионате России быстрее и была в основном в финале. Саратова выиграла в финал Б. И вот опять их показатели очень близки друг к другу. Единственное, что напомнит Саша Кузнецова на чемпионате России в финале. Выплыла из 56-56 до 55-52. Сейчас девчонки так немножечко вальяжненько проплыли. Оля Клименко плывет по шестой дорожке на предстоятельности Москвы. Маша Полищук, собственно, второй человек в финале Б на чемпионате России. По седьмой дорожке предстоятельности Москвы. И Лер Козлова в Санкт-Петербург закрыл сегодня финал со временем 58-19. Итак, финал с метровки в вольном стиле. Девушки. Основное соперничество. Анастасия Саратова с Сашей Кузнецовой. Саратова буквально вот две недели назад билась с той же Машей Каменевой. И оказалась в стройке призеров, что было очень даже солидно и очень приятно. Но вот все начинается пока в пользу Саши Кузнецовой. После первого четверцака. Я не могу сказать, что это преимущество в антропометрии. Нет, это в первую очередь преимущество в скоростных качествах. На развороте 26-54. Ну, это прямо из 56-ти точно. Может быть, даже и 55 разменяется. Ну, хочется, конечно, верить. Рекорд России 53-45. Юношеский рекорд России 54-45. Кстати, юношеский рекорд один из таких довольно возрастных. С 15-го года держится. Арине Опенышеву принадлежит. И вот смотрите, концовочка. Саша Кузнецова немножко не хватает до финиша. Саратова накатывает на концовку. И Кузнецова даже не вторая. Там еще и Маша Полищук касается раньше. Причем результаты 56-22. Я еще раз напомню, 55-52 это результат Кузнецовой на чемпионате страны. Опять-таки вспоминаем о том, что через неделю, через две недели, это будет более точно, у нас Кубок России. И, скорее всего, и Саратова, и Кузнецова, и Полищук там будут выступать. Поэтому по проходящим рабочим результатам мы видим, что Полищук и Саратова чуть-чуть получше выглядят с точки зрения второй части на 100-метровке. То есть хорошая работа сделана. А у Саши Кузнецова видно, что хорошие спринтерские качества. То есть на первой полотенке она была очень много, не дотянула. Почему? Ну, есть еще время на пределах. Собственно, Саратова-Полищук Лунцова, это только 12-12 метров в полном стиле. Дальше все результаты на вашем праве.